Которая была заявлена в программе Общественный контроль правоохранения Еще хочу сказать, что многие позиции моего выступления Они выражают мнение Общественной палаты Российской Федерации Общественному контролю в настоящее время в России Уделяется все более возрастающее внимание Многие последние принятые федеральные законы Содержат в себе те или иные элементы общественного контроля В том числе и главный наш закон об основах охраны здоровья граждан Статья 28 Общественной палате эта функция декларирована в числе основных целей и задач Статья 2 Проведение общественной экспертизы законопроекта всех стран Осуществление общественного контроля за деятельностью органов исполнительной власти Вот об этом и говорилось 27 октября в Москве На Общественной палате Российской Федерации На слушаниях по теме роль региональных общественных палат В решении актуальных вопросов здравоохранения Где собирались председатели комиссии по здравоохранению Общественных палат регионов России В совещании принимали участие представители Министерства здравоохранения Государственной думы Федерального фонда УМС Было отмечено, что общественная контроль за процессами, происходящими в сфере охраны здоровья граждан За законотворческой деятельностью, в том числе за подготовкой и принятием региональных законов Есть одна из основных задач Института общественных палат России Последние важнейшие законы по здравоохранению Такие как закон об основах охраны здоровья граждан Закон об обязательном медицинском страховании О донорстве крови и ее компоненту О защите здоровья населения от последствий потребления табака Готовились и проходили экспертизу при непосредственном участии Общественной палаты Российской Федерации и Национальной медицинской палаты Сегодня готов к несению в Государственную думу проект Концепции развития здравоохранения Российской Федерации до 2020 года Также на согласовании президента находится законопроект Об общественных советах при министерствах и ведомствах По словам зампредседателя комитета по здравоохранению Государственной думы Дорофеева Сейчас на все заседания Государственной думы по здравоохранению Заседания комитета Государственной думы по здравоохранению Планируется приглашать председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по здравоохранению И призывал последовать этому примеру на местах регион Это позволит постоянно быть в курсе событий Получать информацию из первых рук Поможет без посредников наладить взаимодействие власти и общества На слушаниях много времени было уделено общественному контролю За выполнением программы модернизации здравоохранения Было отмечено, что в целом программа исполнена на 55% суммарно по всем пунктам Однако в части освоения федеральных средств этот процент составляет 66% А в части выделения региональных средств всего 20% Что говорит о несоблюдении многими регионами своего долевого участия в программе Начиная с 2012 года в Общественной палате Российской Федерации Сформирована комиссия по контролю за реформой и модернизацией системы здравоохранения В которую вошли представители всех федеральных и кругов Российской Федерации В нашей Общественной палате такой комиссии нет Однако аналогичная комиссия работает в правительстве Кировской области С участием общественности и на местах Общественные наблюдательные советы Эксперт Общественной палаты России профессор Александровна Александрова Говорила о роли Общественной палаты в формировании нормативно-правовой базы субъектов Российской Федерации В соответствии со статьей 16 закона в Общественной палате говорится Что Общественная палата вправе проводить экспертизу законов Российской Федерации всех уровней В том числе и региональных Обращаю внимание присутствующие здесь представители власти Что хотя решения Общественной палаты носят рекомендательный характер Однако заключения Общественной палаты Продлежат обязательному рассмотрению на всех соответствующих уровнях И органы Государственной власти в соответствии с федеральным законом Обязаны информировать Общественную палату о результатах исполнения соответствующего обращения Законодательство Российской Федерации в сфере здравоохранения двухуровнево Это значит компетенция в этом вопросе является предметом совместного введения И регулируется как федеральными законами, так и законами субъектов Российской Федерации И эти законы субъектов Российской Федерации ни в коем случае не должны противоречить законам федеральным На деле было отмечено, что некоторые региональные законы либо просто повторяют слово в слово федеральные Либо декларируют положение не своей компетенции и не своих полномочий Региональные законы должны обеспечивать механизмы, алгоритмы реализации положений федеральных законов у себя на территории А не просто дублировать их Роль региональных общественных палат в формировании нормативно-правовой базы сводится не только к экспертизе готовых законопроектов Но и, что более важно, участие в разработке проектов закона в сфере охраны здоровья граждан А также в постоянном мониторинге всех выпускаемых проектов в регионе в контексте здравоохранения и охраны здоровья В разных регионах России по-разному проводится реализация общественного контроля за процессами, происходящими в здравоохранении В общественных палатах многих субъектов Российской Федерации считают эффективную работу максимально приближенную к гражданину Это проведение слушаний, круглых столов, различных обсуждений на местах в районах области Эту позицию разделяет и общественная палата Кировской области Как я говорил выше, в настоящее время в Российской Федерации действует довольно большой комплекс нормативно-правовых актов В той или иной степени регулирующих осуществление общественного контроля Однако до сих пор нет некоего структура образующего документа, закона, который на федеральном уровне позволит установить единые принципы и стандарты организации и осуществления общественного контроля Для всех российских регионов и муниципальных образований По сути, революционным документом стал законопроект об общественном контроле в Российской Федерации Который проходит сейчас всенародное обсуждение, в том числе и в общественной палате Кировской области Сейчас я плавно перейду к теме, которая непосредственно вытекает из всего вышесказанного Это обсуждение безаконно-проекта об общественном контроле в России Одним из субъектов общественного контроля являются профессиональные общественные организации В своем свежем, последнем, ну одним из последних постановлений правительства России номер 907 10 сентября 2012 года указаны критерии, при соответствии которым медицинским профессиональным некоммерческим организациям Могут быть переданы существенные полномочия по обеспечению профессиональной деятельности медицинского сообщества А также ответственность за исполнение этих полномочий В настоящее время в России имеются три реальные общественные силы, объединяющие в себе медицинских работников Российское медицинское общество, возглавляемое академиком Евгением Ивановичем Чазовым Существует 15 лет, создавалось при непосредственном участии Министерства здравоохранения Российской Федерации Ну и в то время в противовес Российской медицинской ассоциации и Пироговскому движению Национальная медицинская палата, возглавляемая профессором Рашалем Создана три года назад Это чистый продукт Общественной палаты Российской Федерации И Российская медицинская ассоциация, которая отождествляется с Пироговским движением Она возглавляется профессором Саркисовым Существует 18 лет и постоянно находится в определенной оппозиции Органам власти и Российскому медицинскому обществу Но поскольку я выражаю мнение Общественной палаты Российской Я скажу несколько слов о Национальной медицинской палате Она занимается и будет заниматься исключительно профессиональной деятельностью Медицинского сообщества Такой как антестация, лицензирование, сертификация Разбор жалоб и предложений граждан Экспертиза качества медицинской помощи Одной из своих задач Национальная медицинская палата Ставит объединение и координацию работы Профессиональных медицинских ассоциаций Созданных под саховым принципом И консолидации их в единую Национальную медицинскую палату России При сохранении полной юридической самостоятельности Интересен опыт Южного федерального округа и Северокавказского федерального округа Там была создана врачебная палата этих двух округов Которая является членом торгово-промышленной палаты В дальнейшем к ним присоединилась также Смоленская область Эта врачебная палата Южного федерального округа и Северокавказского федерального округа получила президентский грант на Тритейское судопроизводство. За счет этого гранта было обучено более тысячи специалистов и создан Тритейский суд Нью-Кори СКФО. Естественно, он получил лицензию на занятия экспертами видом медицинской деятельности и приступил к работе. В функции Тритейского суда входит разбор жалоб и конфликтных ситуаций, возникающих между пациентом и медицинским работником, что сильно разбружает органы управления здравоохранителем регионов от этой работы. У населения, как оказалось, больше доверия к независимому Тритейскому суду, чем к официальным органам власти. Поэтому результаты разносят более объективный характер и положительно воспринимаются гражданами. Я думаю, вполне возможно использовать эти опыты в других регионах России, в том числе и в Кировской области. В настоящее время дискутируется вопрос о подготовке закона о саморегулировании здравоохранения уже в 2013 году, а не к 2017 году, как подразумевалось ранее. И эта идея была поддержана президентом Российской Федерации. Хотя на съезде врачей, по-моему, эта идея не нашла большой поддержки, насколько я помню. Но и в заключение мне хочется сказать, что несмотря на значительную положительную динамику в нашей области в последнее время, в здравоохранении существует масса проблем, которые могут быть решены только совместными усилиями медицинского сообщества и органов исполнительной власти на местах, при активной поддержке федерального правительства. Нам необходим диалог, а не конфронтация. Спасибо. Спасибо.